здравствуйте уважаемые старшеклассники я вновь рада приветствовать вас на подготовке к егэ по обществу знанию и сегодня мы разберем с вами задание первой части это самые первые задания первое второе и третье с которого начинает с которых начинается сам экзамен как вы наверное уже знаете первое второе третье задания они очень похожи между собой они однобальные базового уровня и приносит вам один балл несмотря на то что задание однобальные и кажется простыми но я делаю упор именно на эти задания потому что первую часть я считаю что первую часть ребята вы должны выполнять с 90 процентов с 90 процентным выполнением то есть от первой части это ваша основа которая даст вам именно те заветные баллы и основу для общего результата поэтому задание самое первое задание первое второе третье нужно выполнять абсолютно на сто процентов и ошибок допускать них не следует итак первые задания 1 2 3 задания они очень похожи проверяют у вас умение знать и понимать информацию из различных из различных сфер общества по содержанию эти задания могут быть абсолютно разными мы не можем предугадать не можем предусмотреть какое же какая 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 сфера здесь будет отражена в этом и заключается одновременно и сложность для этого вам нужно учить теоретический материал по обществу знания теоретический материал по своим учебникам школьным повторять и учить и так первое задание первое задание будет выглядеть очень похоже всегда представлена нам в одном и том же формате давайте его прочитаем запишите слово пропущенное в таблице обратите внимание нам дана таблица всегда в первом задании нам будет дана таблица с с характеристикой с некой информацией по любому содержанию то есть любая сфера общества может нам попасться данном случае нам попалась характеристика форм духовной культуры нам дана таблица и первое одно положение из таблицы оно раскрыто то есть допустим форма духовной культуры религия представляет и характеристика дана представляют взгляды и представления людей основанные на вере в сверхъестественное то есть нам дан пример дальше мы должны также по аналогии подставить слово обратите внимание при выполнении данного задания задание вам само подсказывает что нужно записать именно слово не словосочетание одно слово и так нам нужно написать слово и обратите еще одно внимание что слово должно соответствовать 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 области заданной изначально начале таблицы то есть у нас если идет форма духовной культуры то в ответ мы тоже должны привести форму духовной культуры они что-то иное и так для этого мы должны прочитать какая же характеристика дана предполагаемому слову что уже мы должны определить читаем сфера ценностей оценок и норм правил обратите внимание на слова подсказки регулирующих жизнь с позиции гуманизма добра и справедливости что же это может быть рекомендую вам при подготовке при тренировке заданий при подготовке к егэ использовать схемы подсказочки для себя на которые вы могли бы опираться именно при подготовке с помощью которых вы можете вспомнить повторить заучить понять что же предполагается в задании по упаду повторить теоретический материал и вот такие схемки нам очень сильно помогают и так на данной схеме мы как раз видим формы духовной культуры форм духовной культуры очень много нам представлена здесь религия она у нас отображена и также у нас есть мораль философия наука право искусство и образование что же подходит под данную характеристику заданий сфера ценностей и норм правил регулирующих жизнь с позиции гуманизма добра и справедливости естественно наверное вы уже догадались что ответ это мораль и так мы определили мы определили главные слова обращая внимание что нужно записать всего лишь слово пишем мы слово в том падеже который дается изначально и в той форме которая дается перед предыдущий в предыдущей версии то есть здесь у нас написано допустим религия в единственном числе в именительном падеже и также мораль мы должны записать в единственном числе числе в именительном падеже надеюсь такими простыми рекомендациями вы справитесь данным заданием перейдем ко второму заданию перейдем ко второму заданию и так второе задание вам будет дан список список понятий в котором вы должны найти обобщающие понятия обращая ваше внимание на слово найдите то есть вам не нужно придумывать придумывать вспоминать самим писать вам нужно именно найти понятие которое обобщает все остальные все остальные понятия именно обобщающие понятия то есть более широкое все остальные понятия они будут узкие и будут должны входить в указанное понятие и так давайте посмотрим в приведенном ниже ряду найдите понятие которое обобщает или включает в себя все остальные представленные понятия и запишите это слово обратите внимание ответ нужно записывать словом даны следующие понятия прибыль доход зарплата процент для того чтобы определить данное для того чтобы определить ответ давайте вспомним какой теме относятся данные слова все это у нас будет относиться мы помним с вами что прибыль зарплата процент рента это все факторные доходы для этого нам нужно вспомнить тему факторы производства и факторные доходы от труда мы получаем это доход зарплата это доход от получаемой от труда вот она у нас есть рента это на факторный доход получаемый от земли прибыль это доход получаемый от предпринимательских способностей и процент это факторный доход получаемый от капитала и так у нас везде заметили прозвучало слово доход соответственно именно доход и будет тем обобщающим понятием который включает себе другие понятия ответ доход так мы справились с данным заданием и третье задание оно тоже похоже на второе задание тоже связано с определением понятия но немножко обратное третье задание в третьем задании нам тоже также приведен перечень характеристик но все они за исключением двух все за исключением двух здесь четко сказано и определено что нужно найти два исключения все за исключением двух относится к признакам государства любого типа будьте внимательны и обращайте внимание какая информация дана вам в самом задании нам сказаны признак признаки государства любого типа соответственно мы должны учитывать и вспомнить с вами признаки государства для этого опять же пользуемся табличками и вспоминаем что признаки государства признаками государства у нас может может быть публичная власть аппарат управления суверенитет система права гражданство легальное принуждение то есть применение силы налог и сборы налоги и сборы нормирование жизни общества территория политическая деятельность итак нам нужно вычленить здесь два две характеристики которые не относятся напоминаю что в этом задании вы должны найти две лишние характеристики которые соответственно не подходят можно идти от обратного ну давайте попробуем давайте попробуем их найти две лишние характеристики итак у нас сказано что за исключением не относится соответственно к признакам государства мы будем думать что относится и вычеркивать. Первое, суверенитет. Суверенитет, как мы видим по схеме, относится к признакам государства, поэтому мы его не берем в ответ. Дальше, наличие определенной территории. Территория тоже относится к признакам любого государства, государства любого типа, поэтому мы тоже его не берем. Дальше, приоритет прав и свобод человека. Об этом не говорилось в общих признаках государства. Приоритет прав и свобод человека больше относится к демократическим государствам. Право устанавливать и собирать налоги. Налоги относятся к признакам государства. Публичная власть. Власть также относится к признакам государства. И шестое – это установление и реализация принципа разделения властей. Принцип разделения властей относится к демократическому типу государства. Поэтому ответ у нас будет здесь 3 и 6. Надеюсь, мои рекомендации помогут вам справиться с первыми тремя заданиями. Будьте внимательны на экзамене, будьте уверены, отрабатывайте задания в открытом банке заданий и удачи вам всем. Спасибо. Продолжение следует...